По народному русскому календарю началась масленичная неделя. Каждый ее день имеет свое название и традиции. Главный их смысл в гостеприимстве и веселом общении с друзьями родными. Главным угощением за столом в эти дни являются блины, которые подаются с маслом и сметаной и с самыми разными начинками. Начинается неделя со встречи масленицы и заканчивается прощенным воскресеньем, когда сжигают чучело масленицы в знак прощания зимой. Для православных прощенное воскресенье это день, когда нужно просить прощения за свои дурные мысли и поступки. Эта неделя последняя перед великим постом и называется мясопустной, то есть пустой без мяса, когда его уже нет в кушаньях. Главный смысл этой недели для православных телесно и духовно подготовиться к великому посту, который продлится 48 дней до праздника Пасхи. У мусульман на этой неделе начинается священный месяц Рамадан, в течение которого правоверные соблюдают уразу – пост, запрещающий вкушать пищу после восхода и до заката солнца. Помимо ограничений в еде необходимо отказаться от дурных мыслей и поступков, но совершать добрые, раздавать милостыню и угощение. Заканчивается священный месяц мусульман ровно через 30 дней праздником Ураза-Байрам, который также, как и православная Пасха, знаменует окончание поста верующих. На этой неделе у ДК «Созвездие» для жителей и гостей города пройдут театрализованные программы, игры, хороводы и мастер-классы. А в субботу в 13.00 состоятся семейные состязания, народные забавы, награждения победителей конкурса «Масленица золотая гостья дорогая». Главные проводы зимы под названием «Самая семейная масленица» развернутся 17 марта в городском саду имени Кельдюшева. С 11 до 14 часов сразу на нескольких площадках шадринцев ждут концерты, богатырские турниры, ярмарки, конкурсы, катание на лошадях, сожжение чучела и многое другое.